Истинная причина сохранить, это страх перед Богом. А так что угодно может. У нас в деревне раньше были лошади, ездили, на телегу садиться. Уезжает отсюда Андрей Дропов, глухонемой, он еще холостой парень был. Ну и дали с собой банку трехлитрового молока. Он подходит вот так вот, а там же эти железки, банка в дребезге, молоко потекло. Я говорю, зачем это, а я вот так вот шел бы так. Да я знаю, но ударил об телегу, еще там телега не выдержала, слава богу, телегу ты не разбил. Ну молоко-то, как ты это, а я вот так вот шел, вот так ударил. Ну зачем уж так, тебе дали до города довезти, там мать, гасил, а я шел вот так ударил. Все, на этом замкнуло, дальше он провернуть не может. Ну зачем тебе было так, когда-то хрупкое стекло, держал бы в руках, а я шел вот так вот. И бесполезно. Я хотел повернуть, хотя ты маленько-то соображай, что делаешь. Пошли в лес здесь работать. А у него щасы электронные. Я говорю, ты щасы не бери, потому что приходится под топором рубить это. Ничего. Ну, щасы, они дорогие. Взял в приходе, щасов нету. По сегодняшний день там щасы лежат в этом саду. И таких случаев я могу назвать не два, не три, а очень много. И вот когда у человека что-то где-то случается, и говорят, да вот так, да Бог смотрит. А батюшка спрашивает, вот то-то, то-то перед вещанием. Вот эти вопросы, то надо отвечать, не лгать. А иначе они будут волощиться за тобой всю жизнь. Ну, а ты здесь пробыл, по-моему, сказать, в месяц почти, да? Да. Так. Ну и чему ты научился? Я к Нестору обращаюсь, к роботу. Отлично. Чему ты научился? Новому? Или что закрепил себе старое, доброе? Громче говори. Я научился, псалмы поучил. Что делать? Учить псалмы я был. А я послушал, по-моему, Лёва. Ну ладно. Псалмы. Больше ничего не научился? Нет, пока нет. Пока нет. Ты научись не лгать никогда. У тебя так ловко выскакивает, всё. Я уже поймал, тут прям сходу сразу раз. Ну ты сейчас только был залгался, даже раз выворачивать начинаешь. А у христианина этого не может быть. Никак не может быть. Ты вот в чём скажи. Я узнал, как страшно. Всякая ложь от дьявола. Уже в бессёнок в рот залез. Вошёл, говорит, в уста. Это дух лжи. Так написано. Так увидел это Михей, сын Емлая. Ну ещё с чем он учился? Ты серьёзному отношению к жизни научился здесь? Да. Я тут пример спрашиваю. Ладно. Обдумываю. А ты чему научилась здесь? Я научилась по кухне. Много чему. Так, по кухне научилась. Доброе дело. Ещё? Шкурить научилась. Шкурить научилась. Вот какой-то. Ой, какой пушистик у нас здесь появился, а? Это жёлтый. Это. Если он одержал силу, он будет на улицу никогда не выпускать. Собаки задавят его или исчезнут. Через забор ушёл. Не открывать дверь. Обязательно дверь откроется. Выскочил я не знаю. Как не выскочил, когда дверь открыта? У нас ни разу не выскочил окошко за там 15 лет. У меня одна, только у меня три кошки. А здесь всё время на улице кошка. То есть ей тяжело с кошкой жить. У неё аллергия на порядок. Если порядок, не могу вот так. Ты вот этому научилась. Тебе показывали, сколько солодкой я вас гонял. Роняете, вовремя не помыли. Там где-то топтали. А там, где стирать доска. Валялась на полу там что-то твоё. Взяли? На нас ничего не валялось. Валялось. Что-то. Это ещё, говорит, не стирал. Что-то там. Так, в бане бехотки разные были ваши? Я забрала. Там в бехотах стоит куча грабы. Кого шоркает, ты не знаешь. Где-то. Ещё чему научилась? Ещё. Я вас всё время стропалил за одежду. Вот, Станька, покажи одежду. Повернись к боку. Посмотри, как его не висят. Здесь что? Открыто сбоку. Здесь, пожалуйста, надёрнуло. Сразу всё распахнулось. Это самые... Это что, христианская одежда? Бляшек навешала. Так, слушай внимательно. Когда во фронте моей сестры появились там брики, кажется, или что-то, я сказал брату, немедленно возьми, как только она явится в таком. И на топор, и на мелкие, вот так, ленточками из руби, там, из них половики можно сделать. Вот так из-за вышины и купила. Мне брат Аким говорит, в армии был, парень такой, ну, не знаю, а вере говорить я не знаю как, но серьёзно. Девчонка как-то пришла к нему, у него намерения были хорошие, жениться думал. Он меня спрашивает, ты чё это наделал? Сейчас же убрать, чтобы не было. Всё, ближе, говорит, пришла, уже как есть. Это от тебя зависит, это сестра твоя. Вот это вот всё из руби и сожги. Никого не спрашивай, ничего не будешь. Прикипят, убьют, за правду, за благочестие жизнь отдай. Это твоя сестра, она мирская. Вот это привычка. Это вот зачем так? Где-то, видишь, за каждую вот эту вот округлую бляшку, это клюзы на лодках где-то. Это плати деньги надо, видишь, как за шнуронов, чтобы мелькало и видно было. Это всё, о комас-сюсаристы придумали. Садоми ты проклятая. А ты раз, нацепила на свет, а ты ты глянула на ёжу, какая это одежда-то. Вырезать это надо. Платье вот настолько настафило. Нормальное платье, чтобы было. Так, к чему ты поднимаешь подолг? Вы ко мне приезжали, когда здесь, помнишь, я починял лом? Да. Ну да. Фотографии остались. Вот такая, как по-мужски заправляет нитка такая длинная. Я сижу, вам зашиваю. Вот так сделать, то два, то три. У отца Дмитрия Дудкова как-то были, там одна пришла, там к нему обедать приходили. У неё два разреза, она села, ну, верхняя как фарту, а она отскочила, вот так висит. Я ей говорю, у вас платье разорвалось? Вот мы, я из деревни, не понимаю, как разорвалось. Полностью разорвалось, я сразу иголку вытаскиваю, дитку, сейчас же иди куда-нибудь за шею. Она захлопала глазами, а потом отцу Дмитрия я сказал, он на меня сразу не смеет этого говорить, не важно как, люди пришли, а куда пришли за обед. Матушка Нина доброхотная была, а он деньги дает. Сказать нельзя, боятся друг друга. Ты не сказал, она погибнет, кровь её, я взыщу с тебя, Бог сказал. Детикирия 3.18.20. Что непонятно? Ты брат, следи за ней. За собой следи. Дома у вас обстановка неблагоприятная. Я вам говорил, в чём дело. Пьяный приводит отец других таких собутыльников. В это время куда угодно уходить, дома не быть. Вас ждёт большая непоправимая неприятность. Тут пьяные люди приходят, чё спрашиваете? Это я узнал не от кого-то, а от родных ваших. От матери, от бабки. Она мне звонила, Ирина Васильевна, ваша бабка. И чё делать? Почему мер не принимать? А какие меры? Арестовать мы его не можем. Он ушёл, и в общем его нету. Нету, его нигде нету. Потерял всё. Мастер какой. Любой-любой обувь. Глухонемой. Примодельные обувь шьёт. И он говорит, меня учил разговаривать, какие-то слова произносить. Какой-то там язык, палочки так это. Ну, как сказать. Ровно такая палочка на язык. А я, говорит, не хотел. Он бил меня, говорит, так сильно. Я тогда стал говорить, учись, какие звуки произносить. Это вот сам уже рассказал. Он был здесь. Здесь был, удастся добро, со мной пасом я ещё. Мы звали Томинский Твигровым. Единоборство восточное, знаете, сильное, проворное. Вот этот домик, где я живу, это он из моего материала делал. Забивал там штыри. Ему тут копейки нет. А потом я ещё рассчитался за труд сколько. Значит, вы уезжаете. Вы уезжаете, а рвётесь домой. А могли бы ценить каждый день здесь. Вот видел, вчера приезжали к нам еретики. Их ничем не заубедить. Вёрущий в Сына Божий имеет жизнь. Я ещё всё замкнула. Ну, имеет, это означает, имеет шанс. Ты можешь её иметь. Без этого никак. Нет, он, я имею, я обязательно в районе буду уже всё. А живёт мирская жизнь, да даже мирские люди. Итог, ребят, да какие же вы верующие-то, что у вас тут делается-то? Исследовать из самих себя верили вы. Исследовать надо по крупицам. Беспощадно. Как Антон Павлович Чехов говорил, я ежедневно выживаю по капле раба из себя. Раба. Это рабы. Вот эти пузанчики приехали, которые, они ему дают задание там какое, он это сделает. Дальше нету. А какое задание? Всё время тверди, Петя, ты спасён. Ты в раю будешь. Ты уже в раю, ты прописан. И главное что? А кто сомневается, подумает морской волне. А что он сомневается? Ну, неверующий. В чём неверующий? Да Павел говорит, спасены в надежде. Павел на себе говорит, не достигнули и я. Не достигнули. Не знаю, откуда, знаешь, жена не спасёшь и мужа. То есть это под сомнение ставится. Не достигнули я Христа, как он меня достиг. То есть в равной мере, равнозначно. Он не слышит. А крещение написано, крестится из вас, каждого имя Иисуса Христа. Для прощения их. Для чего? Для прощения. Он нет, нет. Крещение нет, прощение. То есть у них нету. Нет ничего. Я вообще не стал говорить, но тут пропели, да и только всего. Берил? Что значит самость? Вот тут ещё движения какие-то делали. Садись, уберёшь платье это? Да. Обязательно вырежь это всё, вставь клин. Здесь подставь. Только в этом случае. Вы, верующие, вы слышали, вы видели, как мы здесь занимались. Обращали на всё внимание. Купался ходил? Да. Купалась? Да. Было у нас это. На лодках плавал? Плавал. На лодках. Ну, что сказать? По ягодам ходил? Ходил. Какие ягоды ели? Тричисай. Малина, черёмуха, крыжовник, смахутина, эггак, аренда. О, понятно, что яблоки, ранетки. Куповника. Всё это у нас было. А работа была у вас? Не болтались без дела? Не. Вот. Можем было друзей хороших завести? Да. У нас Коля один остался. Пережил. Ветеран. Видишь, сколько ты. Рано вставал? Дома во сколько вставать будете? В пять. Как всегда вставим. Очень даже пять вставим. Ну, это молодцы. Тогда помолились. Сразу на Слово Божие. Считайте Библию. Молитесь. И заходите на наш форум-сайт. Вы долго ещё будут идти ролики. И вот это, что разговаривают, будет там. Можешь, что показать? Маме посылать ничего мы не можем. Потому что если желудок операции, вырезали ещё. Я даже не знаю, в какой степени вырезали. Поэтому молочный единственный продукт на земле, который высваивается без желудка, когда вырезан молоко. Это кипячёное молоко. Можно развести там, видимо, с маслом. Молочные продукты. Уникальный продукт. Ты работал на Орышковском. Была там? Да. Была. Вот. Первый мостик делали были. Но на шлюзе ты не была. Я была. Между первым и вторым была. На шлюзе была? Да. А разве была? Была. А в какую смену? Первую, вторую? До обеда или после обеда? До обеда. А? До обеда. До обеда. Это мы обязаны по уставу. Да. А после обеда? Я с тобой рассчитался? Да. Деньги тебя не украли? Нет. Ну, значит, довезли. Отцу никогда не ругай не давать и без матери. Если пожелаешь, как он брат твоего и мать или отдал, дело другое. Отцу это прорву. Там туда не наносишься. У нас денег нету, ничего нету. У меня пенсия 6523 рублей. А у меня вообще денег нету. А ты видишь, какие дела? И песок завезли, и щебени, и дорога будет. И в пруды там подняли, все будет. Почему? Бог. Я вчера говорю, какие чудеса Бог сделал. Молитвы, они про молитву пели. А им это не надо. Они этого не слышат и не знают. Нигде Бог не заповедовал ездить с концертом. Этого не было. А послова спевали один раз, когда вузах были. В тюрьме. Ночью. Когда вузы еще приехал, что ли? Вы спер, посмотрите. Может, увидите. Пусть зайдет. Может, покажем. Пусть внимательно. В Енафе не дали приехать. Если бы хотела, она бы приехала. Поэтому, что я ей сказать? Солодку ты не забыл? Нет. Тебе солодку-то надо еще? Нет. Не знаю, сказать. Так, обиды какие-то держите? Нет. 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 Ну, я-то приеду не раньше, 10 октября. Вчера один золотарев какой-то или кто я. Вот поговорить по скайпу надо. Вот я еду дорогой, включу и громко пропует. Это будет ли благовестие? Вопрос в автобусе едет. Ну, конечно, какая тебе разница? Благовестие. Но надо, чтобы и ты за свидетельство сказал. Вот как. С шариком играл тут, да? Да. Видите, как у нас были люди интересные, разные. И Бог хранил. Дядя Володя, баба Надя, занятия вели божественные. На занятиях воскресенье были, по Слову Божию. Для этого где вы все это знаете, как стоять? Потому что вы общинники из города. Все у вас есть. Я наказываю вам, чтобы не быть виновным. Вот для этого. Ваня собачка какая будет она или не будет. Вот. Пусть заботится. Ну, что такое? Не советовался взял. Я бы никогда не посоветовал. Какая-то больная там висят шарики там сзади. Операцию делать надо. Брать надо всегда такую вот, как у дяди Володи. Верный или вот этот ураган. Они называются овчарки. Овчарка от слова овца. Они охраняют. А вот эти сейчас хаски эти завели, они никуда не божут. Только для дома, для красоты, для выставки. Везде. Везде. Это дикие собаки. Там может быть половина от волков. Они не дрессируются. Сидеть лежать можно. А защищать их или не бери там это. Я в воскресенье думаю на этом сказать, привезти, после этого показать кошку. И не забудь только, чтобы там на полный экран и прочее. Ваня был здесь. Он жерди чистил, посчитали мы с ним. Надо будет жердей добыть еще. У нас все кончается. Мне хочется там на столбушке повыше, чтобы весной можно было переходить туда. Значит, хорошее сапоги резиновое. Каждую субботу будем ездить. Мы тот берег укрепим, тот с той стороны. Справа. Я уже ездил, смотрел, и вода залила далекой. Она если будет там бить, она может вымыть. Ездать русло только в эту сторону. Там, где жердь, где сварь рядом подпиленная. Видишь, сколько у нас зовут? Что, приехал кто? Нет? Нет. Нет. Ну вот так. Какие вопросы у вас есть? Никаких. Никаких. А ты знаешь, почему вопросов нет? Нет. Две причины только. Первая. Человек все знает, ему не о чем спрашивать. Вторая причина. Ничего не знает и не знает. Да какой вопрос задать, когда ничего не знает? Так у тебя какая? Я иду дорогой, работал в Аскетиме, реконструкция города была далека, километра три. Каждый день надо было пешком ходить. Идем с одним Володей, высокий, рост такой, хорошо относятся. Я говорю, Господь прищу рассказал, вышел сеять и сеять. Одно упало при дороге, птицы налетели, поклевали. Второе, на каменистую почву, то есть там немножко плодородной земли было. Эта плодородная земля дала всход, а дальше корни-то некуда. Третье, это заглушил сорняк. И четвертое, приносит плод. Ты к какому относишься? Ну, к какому? Не знаю. Ну, давай по порядку. Первое, это человек слышит и не верит. Так я верю, вы что говорите. Демоны похищают, какие-то птицы налетают. При дороге люди потоптали привычки, наклонности. Нет. Ну, нет. Дальше начинаем. Вот так уверовал, возгорелся, корня нет. То есть, не глубоко это все, не продуманное. Друзья, те же самые, выпивки. Я сейчас не выпиваю, друзьями. Значит, второй не подходит. Да нет, конечно. А третье, я говорю, так принял, заботы житейские, жене угодить, а если в роду не угодишь. И дальше, дальше, и заглушил, а ничего нету? Нет. Но остается 30-60, вот тут я нету, ну опять нигде нету. Давай, снова идем дорогой, мороз, и мы дорогой идем, и 3 километра запрещаем. Ну, давай, конкретно. Ну, к какому ты относишься? И вот это точно так же. Вот он что должен был сказать? Должен был сказать первое, и второе, и третье. То все совместилось, то сегодня утром такое, завтра такое вот так. Ну, и четвертый захватил где-то маленько так. И уже сейчас не такой. И вот видишь, там дрова привез, какой-то бабки, там что-то построил кому-то, и за деньги. Ну, и вот такое дело. Библия, Слово Божие, живые действия. Ты ее на практике применяй к себе. Вот у нас, как видишь, 45 минут вы работаете, до обеда, 15, накачели. Ты накачели, заметил гнилое бревно? Да. Я без внимания не оставил этого. Так? Да. Так, и теперь сделали, смотри-ка, теперь ты как она, где надо подправить, повесить. Ну, сейчас никого нет, на зиму и не надо. Подправили, да, основательно. Все скрепили, стянули. С кем у тебя были самые плохие отношения здесь? Часто сталкивался ты? С Колей. А? С Колей. Все? С Колей. С Колей. А что у вас мировая не брала? Коля, садись. Ну-ка. Коля, а чего вас тут мир-то не брал? Я не знаю. Тебе сколько лет? Семь. Тебе? Одиннадцать. Ну, что сравнивать? Это разная весовая категория. Ты должен был выступить, он уже не первый год все знает. А зачем ты против ты его выступал? Коля, тебе уже. Дело доходило наверное уже до палачного боя. Нет, не доходило еще. Нет. Обошлось. Ну, слава Богу. А сейчас-то тебе не с кем воевать, только с мамкой. Больше не с кем. А за мамку мы все заступимся. Бобину не дадим. Так, я тебя нынче наказывал? Нет. А тебя? Нет. Нет, видишь как, каждый день наказывает. Нет. А тебя наказывал? Да. Да, его наказывал. Почему? Потому что нехорошие были дела. Нехорошие. Это время мы провели здесь. Как вам показалось, вот вы там были, где мы жили, в келях, и здесь где лучше? Здесь. Здесь свет, кухня, приборы, холодильники, хотя и там уже было все. Там мы хорошо проводили время. А тут еще, что в деревне, раз, здесь идти куда. Отдаленно все-таки у нас расстояние было. Утром я на велосипеде, еду, сейчас через дорогу перешагнул, и я здесь. У нас все здесь. Абсолютно все. Иначе, я не знаю, даже стоит ли матрасы куда-то увозить, как карается, там или здесь. Только надо придумать, как окна заколотить, хотя бы, ну, как-то. подумать. Может быть, даже присверлить, закрыть. И приходили, когда тут Марк смотрит, они вот это видели, надписи? Все видели. А считали? Да. Еще сказали? Ничего, сказали уютно. Сказали уютно, хорошо. Сказали уютно, хорошо. А это ее дом. халочка выстроили, это примирение. Так вот. Так вы с Колей примирились? Да. Ты простила? Будешь за него молиться? Да. А ты за него? Да. Вот так помните где-то. Вопросов нет. Еще нет. И вспоминай, что вы делали. Интересуйся. У нас немалый вопрос по первому мостику весной будет. Как вода пойдет? Большая или малая? Роман утверждает, что при такой ширине небольшой поток будет. Не знаю, поэтому я помаленьку буду Агану возводить. Проволоку там есть, перепутать и камни как бы проволоку наклонить. А проволоку, когда удерживают, это не просто так. Там все сделали надписи, дно камениста, на которой палки мы подняли и красным. Малыш, вот он где. Еще назвать надо как? Надо спросить. Ну как его назвать? Я думаю, можно назвать его булановым. Или желтый. Булановый, так. Скоресоловый. Булановый. Это свет такой булановый. Булановый, это масть. А что это? Так, тут когда делили какую-то одежду присылали, вы еще-то получили? Да. Внимательно все проверь. Любую одежду все можно переделать по-христиански. Мало ли, что там они сделали, как-то. Мы берем разные инструменты и где-то что-то подправляем, они нам слушают. Ты сам видишь. холодные были? Булановый приблизительно к какому цвету? А? Булановый цвет к какому цвету приблизительно подходит? Это не скажу точно. Надо посмотреть. Это масть. Как они понимают? Я понимал так, вот бежевый бывает. А что такое? Бежевый. А какой именно? Что это в этом? Мы научены были как. Надо посмотреть, как это общепринято. Общепринято, я не знаю. А какой бежевый? Палевый. А какой палевый? Палевый – это голубь такой почти коричневый. Палевый можно назвать. Может быть так. Я, видишь, лошадиный свет на него накладываю. Лошадиный не цвет, а масть. А? У лошадиный цвет, а масть. Буланный – это светло-желтый и черный грибый хвост. А салон… Буланный – черный пестрый? Это желтый корпус и черные волосы. Грибый хвост. Черный. Черный. А посмотреть надо. Может быть и так. Вот. Если бы назвать его поэтому, палевый. Палевый – все. Рыжевый, белый – я их так называю. Никакие имена. А то сейчас хаски. Есть ли дурных привычек хаски? Как их избавиться от них? Там один ролик выставляет и с этим. И один из них, одна из десяти привычек делает – хватать кошек. Там все это такое. это дикое животное. Ее не научишь. Она не охранять не может. Еще нет. Они-то на четыре… Сколько? Четыре месяца у них или там весна. Весной хозяин их отпускает и они все лето по пустыне, там по тудре бегают. Кого ловят? Там песок, лембинги, мыши. А потом приходят, когда пищи-то не стало, они кормят их и уколы, это сушеная рыба, и в нарты запрягают там девять-двенадцать. И они тогда волокут его бегают. Они ни с какой породы так не обращаются. Отпустите, чтобы ходили. Бегали, сами питались, чтобы не кормить. Нет, это полудикое животное. И вот они их тут две сейчас держат и она не охраняет ничего. У нас овещи хотя спас. Так как в одном бывает сыр, а второй денник называется. И проволока тут натянута, за проволокой кольцо и собака бегает по проволоке. Бывает проволока вверху, у нас по земле она была. И с той стороны собака, с этой огромной собакой. Там человеку страшно. Мы на нем садки заперегали, большие сани, втроем он по деревьям нас тащит, как лошадь. Вверху, помни, сядешь на нем, он тебя тащит. Какие-то кавказцы особой большой породы охраняли. А это-то что, ваша тонконогая там или эти? Ну, никуда. Ну, шарик только для забавы. Он очень ласковый, удивительно умный такой песик. Поэтому надо заниматься с хорошей собакой. Я бы эту кошку сейчас отрешился, белая, больная, но мне надо показать ее всем, что они делают, распуская собак. И второе, мы очень близкие с ней, она полуживая, ко мне подползает и головой трется. Так интересно это. Она больше никак не может выразить благодарность свою, подойдет или. А это, Бутская вот так подходит и перед ней. Те к корпусу все поворачивают, одна в сторону, на вторую, с другой стороны. Потом разворачивается Бутская ее лапа, раз поможет, течет от меня, отворачивайся. И вот пишут, где продают 18 тысяч мальчик. Какой мальчик? Это кобель. Кобель нельзя сказать о них. Ну, то есть, совершенно одурили люди. Если суку продают, то девочка. Ну, кто это знал? Щенка называть девочкой, определяют. То есть, это люди, свое прежность, мужики, это как кобели бесхвостые. Ну, она сука везде бродит. Вот они применили к себе сейчас все это дело. Они даже не понимают, что это обрещительные слова, не ласкательные. Корова, бык, теленок, телка. Видишь, телка, это уже девку зовут. Телка-то твоя какая? Телка. А это, друг друга называется слепарем, козел. Козел, коза. То есть, главное, страсть, он походливый, очень, да, а мы знаем, мы христиане, да, бывает, что люди похожи на змеи. Змеи по рождению ехидиены Господь называл. Жена неистовая конь. Ты должен принимать присягнами. А сама она его туда вносит или нет? Нет. Он за ней бежит. Он бегает туда? Да. Это хорошо. Пока она его смотрите. Когда он больше будет, мы тогда молока дадим и все, и научить его в ход подходить. Вот это может сказать. Ты что-то завучил псалом какой-то? Три псалма. Три псалма. Какие? Первый, двадцать трех из двадцать первых. Давай, первый. Вожен муж, который не ходит на свет и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разводителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет о день и ночь. И будет он как дерево посаженное при потоках вод, который приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет. И во все, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как плах, возметаемые ветром. Потому они устоят нечестивые на суде, и грешники собрания правильных. И вознает Господь путь правильных, а путь нечестивых погибнет. Погибнет путь нечестивых, потом все не месит себя сразу же. Лишнее. Безбожно. Но второе. 22. Господь пастрюмой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пастрях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и длину и смертные тени, мне будет зла, ведь ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил крапец ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да прибудут со мной во все дни жизни моей, и я пребуду в доме господь многие многие дни. Ты понимаешь что считал? Если он пастор ты будь ковечкой его, а не как козел, который везде залазит на крышу и бродит, никуда не лезть, голову шибут. Люди из школы идут, никогда не ходим быстрее домой, никому никогда не заходим в дом, а музыку послушать, она пошла музыку послушать, и туда идет олет изнасиловали, вся сзади до спереди, вся музыка, а теперь что делать? Еще могу сказать, что делать? Думают раньше, зачем заходила? Ну она музыкальная такая, пусть поет теперь там, сказать страшно, что делать, она сунула сюда, такая, чужая, ни одна мусульманка этого не сделает, не пойдет, они не меньше, чем шестером, через арму перебегут, опять нету нигде, да еще под присмотром родителей, на один шаг не ходит, я смотрел где-то в Таиланде, ей замуж выходить, и собрались тетки, мать, врач-гинеколог, ее осмотреть надо, делиться она сидит плащет, она не хочет смотреть, но ее уговорили, чтобы она дала посмотреть, и наконец врач выписывает справку, делится, как они обнимают друг друга, целуют, радуются, великий праздник, дочка сохранила себя добраще ночи, но у нас никогда этого не было, понятно, это в интернете, я беру из интернета, и, конечно, сядет по-мусульмански, ну, просто приятно смотреть, разве нам это неприятно, о чем они заботятся, а сегодня все под нож поставлено, еще в советское время школы были отдельно мальчиком, отдельно девочком, и сейчас мерзость одна, давай третий, хвалит душа моя Господа, буду хвалить Господа доколе жив, буду пить Богу моему доколе есть, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения, выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезнут все помышления его, блажен кому поможет Бог Иаков у кого упование на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обижений, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников, Господь открывает очи слепым, Господь восставляет царь бедных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает, Господь будет царствовать во веки и веки, Бог твой сион, в рот и рот, леуиа. А ты попробуй, как я начни считать 118-й псалом, звучи его. 118-й, запомнишь? Да. Самый большой псалом. У нас тут приезжал, интересно, приезжает Виталий, Виталий, Болодя, их брат Сергей с Украины, старая блядь, и когда умолились, он наизусть лезть псалом читал, 118-й. Патриарх Геннадий не ставил дьякова, пока не выучит наизусть лезть псалты, 150 псалмов. Мне кажется, у него никого и не было. Я лично не встречал в жизни никого. А вот у мусульман у них такой закон есть. Откуда, я не знаю, когда сидит человек в смерти, или по жизненному смертной казни то у него есть шанс выйти, заучить наизусть Коран. Коран чуть поменьше Нового Завета. У меня где-то я подсчитывал буквы на статистике сколько есть. И такие люди были. там сколько-то три, кажется, человека были. Он представил перед комиссией, они смотрят программу, он начинает, нет иного Бога, кроме Аллаха, и пошел. До конца насчитал, все руками разъедет. Правильно? Правильно. Еще делать будем, но закон нельзя изменить. Так, подписываем президентом. Приехал. Все, уходит. Благодарим Богу. Господи, слава тебе за пищу подаваемую нам. Благодарим отнижающих путь до Рогмана, месторой, просили и Людмила. Милости Твое не отнимай от нас. Доведи нас до желаемого пристани Царствия Твоего. Сохрани нас в святой православной вере. И этих еретиков, приезжавших, вразуми, Господи, и добрые дела их помяни. Их желание свидетельствовать, дабы рассеивали доброе, чистое, святое. Тебе слава за все отец и святой Дух. Аминь. С Богом. Все, пошли. Две часы забираем. Сверху. Две провода отановые отделки. Слава Христу.